Доброе утро! В эфире новости в студии Анна Маскаленко. Перейдем к выпуску. В селе Стан-Бехтимир Бийского района капитально отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт. Он обслуживает 900 человек. Сегодня жители села могут посетить кабинет приема, детский кабинет, смотровой и процедурный. Есть все необходимое оборудование. Ремонт провели по нацпроекту здравоохранения за счет средств федеральной программы и краевого бюджета. Общая стоимость 2 миллиона 800 тысяч рублей. Как отметил главный врач Бийской ЦРБ Сергей Ковязин, капитальная реконструкция позволила создать оптимальные условия для работы сотрудников и приема пациентов, а также улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи для сельчан. Завершился очный полуфинал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Соревнования среди участников из Алтайского края проходили на площадке Алтайского института развития образования имени Топрова. В полуфинале приняли участие 28 педагогов со всего края. Их выбрали по результатам дистанционного тестирования. В первый день регионального полуфинала участники прошли два конкурсных испытания, презентовали себя и выполняли задания в командах, состав которых определялся жеребьевкой. Участники представили результаты решения кейса. Второй день включал в себя групповую проектную работу конкурсантов и ее презентацию. Эксперты оценивали лидерские качества, работу с целью и креативность. Мы в рамках профессиональных, и кажется, что если мы выйдем за них, нас оценят не очень хорошо. А педагог не очень любит, когда его оценивают, он привык сам это делать. И поэтому здесь такие профессиональные рамки, зажатости, такая зашоренность легкая, она мешает не только конкурсантам, всем нам в нашей профессии, но они молодцы, они пытались выйти за их рамки. Второй этап благоустройства парка «Юбилейный» завершен. Все работы, предусмотренные на этот год, выполнены, сообщает официальный сайт города. Сделаны пешеходные дорожки и велобеговая протяженностью 3,6 километра. Смонтировано освещение и видеонаблюдение. Высажено более 250 деревьев. Накануне в парке «Юбилейный» установили информационные стенды. Четыре стенда оборудовали перед главным входом со стороны Малахова. На них разместили историческую справку и схему парка, а также правила поведения на территории. Вечером стенды подсвечиваются. Напомним ранее, чтобы придать входной группе завершенный вид, на входе установили объемные световые буквы «Парк юбилейный». Письмо солдату стало причиной встречи алтайского школьника и участника специальной военной операции. Владимир Хук, боец инженерно-саперных войск, увиделся с мальчиком, послание которого пришло ему на фронт. Свидетелем встречи стал моя коллега Дарья Эндерс. Даже несколько строчек могут помочь в трудную минуту, особенно на фронте. Для участника специальной военной операции Владимира Хука тёплым напоминанием о мирной жизни стало письмо барнаульского школьника Ромы Дубовского. Когда боец вернулся домой, он решил встретиться с автором послания. Здравствуй, дорогой солдат. Пишу из далёкого сибирского города, Барнаула. Меня зовут Рома Дубовский. Я учусь в 4-м Б классе гимназии номер 85. Рома написал письмо весной этого года. Хотел сделать доброе дело и поддержать моральный дух российских войск. В конце лета по воле случая письмо вместе с гуманитарной помощью из Алтайского края попало к земляку. Он служил в инженерно-сапёрном батальоне. Ну, отблагодарить надо, дать понять детям, что они не просто так это делают, чтобы они понимали, что эти письма доходят, а они помогают нам этим. Письмо стало для солдата напоминанием, что дома не забывают о бойцах. В знак благодарности Владимира вручил Роме сертификат в магазин игрушек. Сам же гимназист отмечает, писал от чистого сердца, даже не надеясь на ответ. Просто хочу, чтобы моё письмо дошло, и кто-то смотрел это и видел, что его там любят и ценят. Это не первое послание, которое Рома отправил в зону боевых действий. Всего он написал четыре письма. По его словам, это маленькое дело, но оно должно значительно поднять дух солдат. Поэтому школьник уверен, что продолжит и дальше писать на фронт. Спасибо, что были с нами. У меня на этом всё.